Добрый день, друзья! С вами канал Даля от города и я, Нина Коновалова. Сегодня в преддверии удачного сезона хочу поделиться своими методами борьбы с ненавистной тлей. Многие из вас знают, что тля способна нанести огромный урон нашему огороду, поскольку они не только высасывают сок с растения, но и оставляют яд. Тля прекрасно живет, сосуществует с муравьями, поэтому всегда борьбу с тлей я начинаю вместе с борьбой с муравьями. Но сегодня я хочу поделиться народными средствами, которые прекрасно оказывают положительное влияние на борьбу не только с тлей, но и с другими такими вредителями и в том числе с грибковыми заболеваниями. Я в описании обязательно все это напишу, а сейчас только послушайте, наберитесь терпения. И начнем, пожалуй, с луковой шелухи. Луковую шелуху в течение зимнего сезона я всегда собираю в достаточно большом объеме. Так вот, самый первый и хороший рецепт в борьбе с тлей это настой на луковой шелухе. Значит, берем 200 грамм шелухи, опускаем ее в 10-литровое ведро воды, хорошо размешиваем и убираем куда-то там в темное место на 5 дней. Через 5 дней эту жидкость можно процедить и опрыскать растения. Луковая шелуха прекрасно отпугивает тлю. Хватает, конечно, не на долгое время, но во всяком случае это народное средство. Прекрасно помогает бороться именно с тлей, с другими вредителями и даже с ненавистных для многих дачников слизней это чеснок. Берем 200 грамм зубчиков чеснока, можно выдавить через чеснокодавку, можно мелко порубить. Опускаем в литровую банку с водой, теплой водой, только теплой, не горячей. И накрываем марлечку, убираем на 5 дней в сторону. Через 5 дней процеживаем, остатки чеснока хорошо отжимаем. И вот этот полученный объем, ну там будет чуть меньше литра, мы разводим в 2-х ведрах воды. То есть делим пополам и на 10 литров, и на 10 литров. То есть мы разводим полученный объем на 20 литров воды. Полученный вот этот полученный настой чесночный идеально подходит для борьбы с тлей, также со слизнями и с другими вредителями. Но опрыскивать нужно утром и вечером этим настоем. По такому же принципу можно использовать листья одуванчиков. Набираем 400 грамм листьев одуванчика, утрамбовываем в литровой банке, заливаем теплой водой и через где-то 2-3 часа процеживаем. Остатки отжимаем хорошо, разводим в 10 литрах воды обычной, но не холодной. И также обрабатываем растения утром и вечером. Тоже считается одним из самых лучших и эффективных средств в борьбе с тлей. Еще одно средство, которым я хотела бы с вами поделиться, и которое является не только как средство борьбы с вредителем, но еще отличный стимулятор роста, это ботва картофеля и ботва томата. Но естественно, если ваш картофель и томат не болеют никакими грибковыми заболеваниями. Где-то 1,5 килограмма ботвы мелко рубите, опускаете в ведро, 10 литров воды заливаете и через 2-3 часа все, сливаете жидкость. Ну, можно не отжимать, а ботву выкинуть. И вот это полученный раствор и отличнейшее средство против всяких вредителей. И, конечно же, вот это средство, я уже говорила, является отличным природным стимулятором роста. Вы знаете, средства для борьбы с насекомыми в виде тли, с вредителями такого рода, достаточно много. Но главное правильно их применять. Поскольку даже инородные средства способны нанести вред, то есть оставить ожоги, я бы рекомендовала все-таки опрыскивать свои растения рано утром и поздно вечером. Но я хочу вам сказать, что самый лучший натуральный, природный уничтожитель тли – это златоглавка и божья коровка. Так вот, очень легко привлечь их на свой садовый участок. Посадите бархатцы и посадите как можно много укропа. Так вот, именно эти растения привлекают на участок божью коровку. Наверное, вы многие обращали внимание, что на зонтиках укропа всегда очень много божьей коровки. Чем больше у вас этого растения будет, тем меньше будет у вас тли. Потому что одна божья коровка в сутки способна уничтожить до 100 особей тли. Я вам сейчас рассказала о самых эффективных средствах изнародных к борьбе с тлей, которые я применяю и мне помогают. Но я забыла вам сказать, что для эффективности я всегда добавляю столовую ложку, где-то на 5 литров полученного настоя, столовую ложку жидкого хозяйственного мыла. Делаю ее сама, многие знают, как его делать. Поэтому это усиливает эффект. Можно еще добавлять туда залу. Знаете, как делать? Если розы очень часто у вас подвергаются нападению тли, вы можете опрыскать любым вышеперечисленным средством, а потом пройтись и разбросать пепел. Отличное средство не только от тли, но и от ряда грибковых поражений и от других вредителей. Так, ну а теперь я хочу вам рассказать, что есть и другие средства в борьбе. Допустим, не всем людям есть время заниматься вот такими вот, подготовкой вот таких вот всяких настоев на дуванчиках, на чесноке и так далее. Тогда вы можете пойти в магазин и купить вот такие вот недорогие препараты. Значит, суперфосфат и хлористый кальций. Суперфосфат 20 грамм и 10 грамм, значит, суперхлористого кальция. Развести все это в ведре воды на 10 литров и опрыскать растения. Я же в том году пользовалась разными средствами, пока не приобрела для себя вот такой вот экстракт хвои. Вы знаете, я уже в том году рассказывала о нем. Не было у меня возможности середины лета бороться с тлей, поскольку, ну, какое-то было нашествие. И я приобрела себе экстракт хвои. В том году уже у меня был пузырек и закончился. Я потом в зимнее время со скидочкой еще приобрела в интернет-магазине. Ссылку также я укажу в описании. Так вот, очень мне понравилось это средство. Первое, я ценю всегда органические, натуральные подкормки, там, все, что необходимо для опрыскивания, поскольку это абсолютно безопасно. Так вот, экстракт хвои это не просто защита от огромного количества вредителей, но это иммуностимулятор. Стоит он очень, ну, поверьте, совсем недорого, но хватает на много. Мне в том году хватило пузырька это и на виноград, и на свои розы. Так вот, не буду вам рассказывать о составе. Экстракт хвои уже понятно, что здесь, в общем, природные элементы. 10 миллилитров на литр воды опрыскивается через полилизатор, и раз в две недели я прохожу, но, знаете, чем мне понравилось это средство? 20 дней, 20 дней дает гарантированную защиту. Ну, как здесь написано, защита от вредителей, антимикробное и противовирусное действие, активное развитие и рост. В том году, на самом деле, я уже испытала, и, в общем-то, я вам тоже рекомендую, если вы у себя в городе найдете, обязательно купите. Не помню, по-моему, вот сейчас не могу сказать, или 60, или 90 рублей стоимость, честно. Я, кстати, заказала новую у себя посылку органических подкормок, минеральных подкормок. В общем, покажу вам, когда придет посылочка, я вам обязательно все покажу, потому что, как ни крути, без подкормок, очень трудно добиться хорошего результата. Все зависит от того еще, какие подкормки. Есть, конечно, такие быстродействующие, сильнодействующие, в составе которой много всяких химических веществ. Нет, эти я исключаю. А если это органика, если это 100% натуральный продукт, почему и нет? Потому что уже доказано давно, что без подкормок, ну, в общем, трудно добиваться хороших результатов. Конечно, народные средства народными средствами, но иногда приходится прибегать вот к таким профессиональным препаратам. Ну что, друзья, на этом я хотела бы с вами попрощаться. Надеюсь, информация, которую я до вас донесла, полезная. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok